56-летнего актера признали виновным в гибели 57-летнего Сергея Захарова. Родственники погибшего водителя определились с материальными претензиями в адрес Михаила Ефремова. После решения Пресненского районного суда Москвы артист перебрался из своей квартиры в Плотниковском переулке Москвы в СИЗО. Михаил Олегович уволил своего скандального адвоката Эльмана Пашаева и нанял новую юридическую команду. Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но он надеется уменьшить срок. Новые представители виновника смертельной аварии надеются добиться наказания, не связанного с лишением свободы. Апелляция поступила для разбирательства в Мосгорсуд. Потерпевшими по резонансному происшествию проходит сын Сергея Захарова от первого брака Виталий, старший брат, жена Маргариты и ее сын Валерий. У Виталия свой адвокат. Он уже получил в добровольном порядке компенсацию в 1 миллион рублей. Интересы последних трех на процессе представляет звездный юрист Александр Добровинский. Брат Сергея, его жена и сын сегодня решили запросить в качестве морального ущерба по 1 миллиону рублей. В первой инстанции Маргарита и двое Валериев говорили, что на свете нет денег, способных восполнить утрату. Однако из-за попыток Михаила уйти от ответственности они все же запросили компенсацию. Потерпевшие намерены обращаться в Хамовнический суд за возмещением морального вреда. Кроме того, родственники просят Мосгорсуд оставить в силе приговор Михаилу Ефремову и отклонить его жалобу. Добровинский заявил, что родные погибшего изменили свое мнение о выплатах из-за желания открыть фонд имени Захарова. Деньги понадобятся для его открытия и помощи семьям, которые оказались в такой же ситуации, как и они. Вышестоящая инстанция должна определиться с составом коллегии. По регламенту в апелляции участвуют сразу три судьи. Рассмотрение дела планирует начать уже на следующей неделе, сообщает КП. Добровинский выразил уверенность, что на этот раз процесс пойдет гораздо быстрее. Михаил Олегович признал свою вину, поэтому новых свидетелей со стороны защиты не ожидают. Александр заметил, что Эльман допустил несколько серьезных ошибок, которые привели в такому сроку для Ефремова. Известный адвокат рассказал, как бы он построил линию защиты. Он заявил, что актеру надо было сразу же делать ЭКГ. У алкоголиков ведь очень слабое сердце, мышца тоненькая, как тряпочка. Они могли доказать, что в момент аварии у Михаила Ефремова был микроинфаркт, заметил Добровинский. По словам правозащитника, в этом случае представитель известной актерской династии мог бы получить 4 года условно. Однако поезд уже ушел. С момента аварии прошло уже почти 4 месяца, поэтому сейчас проверять его сердце нет никакого смысла. На здоровье уже ничего не спишешь, добавил он. Адвокат Сергей Аверцеев, представляющий интересы старшего сына курьера, Виталия Захарова, заявил, что они всеми силами будут противостоять тому, чтобы актеру назначили более мягкое наказание. Эльман Пашаев столкнулся с атакой недоброжелателей. Его облили фекалиями. Семья Ефремова намерена судиться с Пашаевым, который допустил слив информации в сеть. Новые представители артиста узнали, что Маргарита подала на развод с Захаровым за две недели до трагедии.